В эфире итоги недели. Здравствуйте в студии Минобойко. В следующем сюжете речь пойдет о тех, кому проводить время под водой очень даже нравится. Но, конечно же, не в собственной квартире. Недалеко от Клапида дайверы-энтузиасты обнаружили немецкую подводную лодку У-580. Она затонула во время учения в 1941 году. Субмарина покоится на глубине 38 метров в 14 километрах от берега. А в Польше исследователи Морского института Гданьска отыскали останки бомбардировщика Дуглас А-20. И музей авиации в Кракове уже намеревается поднять обломки. Своё кладбище затонувших кораблей есть у берегов Калининградской области. Судно обнаруживают чуть ли не ежегодно. Но вопроса о поднятии реликвии почему-то не стоит. В чём дело? Разбирался Глеб Федотов. Всё в порядке? Да. Так, давайте сейчас садимся на колени. И так же под водой. Для Ильи и Алины это первое погружение под воду с аквалангом. Глубина для начала небольшая, около 5 метров. Да и погружаться приходится на Янтарном озере. Зато впечатлений целое море. Я пыталась рака поймать, но забоялась укусить. Я без перчаток, поэтому... Если укусить, то больно. Дайверов со стажем этим уже не удивить. Им затопленные корабли подавай. И на дне Балтики у побережья Калининградской области такого добра предостаточно. Поиск рэков, то есть затонувших судов для дайверов самое захватывающее увлечение. Найти один корабль в год – большая удача. И потом ещё год уходит на поиски информации в архивах, музеях, здесь и за рубежом. Так по крупицам удалось идентифицировать не одно судно. Вот пока их в данный момент 18 штук. Диффицированы, к сожалению, не все, но на каждом из них мы были, мы ныряли, мы смотрели, делали какие-то замеры, искали. То есть что-то нашли, что это на самом деле, что-то до сих пор остаётся загадкой. Да некоторые просто в достаточно плохом состоянии, чтобы оценить, разобраться. Действительно уникальных объектов за эти годы найдено не было. Исследования проводятся на голом энтузиазме. А вот научных экспедиций на Балтийское дно за прошедшие 20 лет было всего три. Самая крайняя находка исследователей – неизвестный корабль, предположительно, времён Первой мировой войны. Обнаружен в прошлом году недалеко от Балтийска. В очень плохом состоянии корпус судна, деревянный и наполовину железный. Непонятно, как он был, что было снаружи – дерево или железо, или наоборот. Но мы нашли там два крупных якора адмиралтейских, две паровые машины, что, собственно, говорит о возрасте судна. Большинство найденных объектов, как правило, бывшие учебные мишени для кораблей Балтфлота. Дно также усыпано эхом войны. Госакуаспас уже несколько лет разминирует немецкую баржу. Она набита артиллерийскими патронами и лежит на дне в километре от городского пляжа Балтийска. А вот поглощённые пучины и сокровища официальной экспедиции не ищут. Для науки золото – это не ценность. Да, это может быть для тех же чёрных копателей золото – это главное, что они хотят найти. Для науки самое главное – это открыть новые истории, новые страницы истории, как региона, так и страны. Самих исследователей морских тайн, единицы, термин, подводная археология у нас в стране пока режет слух и законом не подкреплён. Получается, что большинство экспедиций-дайверов не совсем законны. В Музее Мирового океана исследовательская работа только в самом начале. Под его эгидой как раз и проводились две последние экспедиции. Но пока самые громкие находки делают любители подводной археологии. Так, в 2010 году обнаружен артиллерийский корабль «Драхи». Его потопили наши войска в апреле 1945-го. Изучен, причём они его изучили досконально, не только с точки зрения корабля, а с точки зрения истории. Ни о каком подъёме затонувших реликвий речи не идёт. Даже если судно представляет историческую ценность, для этого нужны астрономические суммы. Затраты не покроют никакие сокровища. К тому же, поднять корабль со дна – это ещё полдела. Ну, это во всём мире. Это единицы поднятых судов. Это единицы, по своей сути. Их находят, их исследуют и оставляют там, где они есть. Потому что поднятые суда – единицы. Потому что подняв судно, надо думать, что с ним дальше делать. Его же надо сохранить. Найдутся ли такие энтузиасты в ближайшее время? Весьма сомнительно. Так что сокровища «Балтика» оставит себе. И для дайверов эти затунувшие суда ценны, пока они лежат на дне. Я ныряю для удовольствия. Не знаю. Мне кажется, что то, что лежит, должно лежать на своём месте. Лучше смотреть на это, как оно есть. Да, никто же египетские пирамиды не переносит в более комфортное место, чтобы их смотреть. Все ездят в Египет и смотрят. Глеб Федотов, Юрий Глотов, Эдик Хачатрян. Служба новостей.